Модульные дома культуры и новый детский сад. 31 января в Копейске состоялась рабочая поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В ходе визита глава региона посетил три объекта. Первым стал ДК в поселке Сенеглазово. Это один из первых модульных домов культуры в Челябинской области. Задача, которая ставилась, помимо такого рода проекта, мы дальше будем тиражировать по региону, чтобы появился не только новый объект, но и наполняемость была полная и дети, и взрослые. Сейчас здесь любительские объединения образовались из жителей. То есть жители сами придумали фитнес и кикбоксинг. И также любительское объединение женский клуб. То есть там уже 18 женщин активных, которые хотят концерты делать сами. Ну, такую инициативу проявляют. Пока так. А вообще планируем все календарные праздники, естественно, здесь делать. Вот сейчас к Масленице готовимся к 23 февраля. То есть интерес есть? Интерес есть. Востребован, Алексей Иванович, действительно, востребован. Новый дом культуры стал структурным подразделением Дома культуры имени Маяковского. В помещении имеется зрительный зал на 100 мест. Здесь уже открылись секции декоративно-прикладного творчества, вокала, гимнастики и многие другие. Прям всем телом уйти. Руки не сгибай. И там. И в мостик. Помещение достаточно замечательное. Очень красиво, современно. Самое главное, что все оборудование, оно новое. То есть детям очень комфортно заниматься. Мне самой здесь работать довольно комфортно. Для меня очень удобно, что здесь появились занятия в Доме культуры, потому что я не трачу время на дорогу. Троих детей не навозишься на секции кружки. Сюда они могут сами прийти и вернуться сами домой. Я могу заниматься своими делами. В общем, культурная жизнь в нашем селе закипела, так скажем. Модульные дома культуры – актуальная тема для небольших поселков. Вторым объектом поездки стал похожий на ДК в Сенеглазово дом культуры в поселке Заозерном. В новом здании разместятся различные секции и молодежные пространства, а также площадки для патриотического воспитания и спортивных мероприятий. Как вам, нравится здесь заниматься? Да, очень. Очень. Я очень рад. А уже большую сцену видели? Нет. Еще не ходили? Пойдем. Сейчас пойдем. Да, там большая сцена и надо хорошо танцевать, чтобы на такой большой сцене там придет наверняка мама, папа, бабушки, дедушки будут на вас смотреть. Удачи вам и успехов. Третьим объектом стал новый детский сад номер 8 по адресу Грибоедова, 15. Здание рассчитано на 220 мест полного пребывания детей. В образовательном учреждении предусмотрено размещение групп с удобным функциональным зонированием для детей в возрасте от полутора до семи лет. Роспотребнадзор заключение дал вчера. В общем, как и обещали, да, те, которые проблемы тут были, практически все выполнили. Осталось им на несущественное. Мы согласились это сделать. С родителями работа проведена. С понедельника дети пойдут. Сюда первые четыре группы пойдут. Потом будет постепенно заполняться. В рамках визита Алексей Текслер обсудил и другие рабочие вопросы. Губернатор отметил, что Копейск развивается всесторонне, а также еще многое предстоит сделать. В целом, Копейск вчера всегда как-то был немножко в тени Челябинска. Но вот последние годы я лично уделяю это внимание. Андрей Михайлович Валевич много внимания уделяет развитию Копейска. Поэтому развитие есть, перемены видны. Будем дальше продолжать работу в этом направлении. Глава региона также рассказал о планах на будущее. В этом году в Копейске планируют направить средства на приобретение коммунальной техники, содержание и ремонта дорог, а также в город поступят новые автобусы.